Евгений Чеширко Дневник домового Отдельная страница День рождения домового 10 февраля, 9 часов 30 минут Кот всю ночь уговаривал меня, чтобы я записал события моего дня рождения в дневник, потому что праздник и будет весело. Мои доводы о том, что страницы в дневнике давно закончились, он игнорирует. Нашел какой-то старый блокнот, принес мне и сидит рядом, ржет и косится на хахеля. Ладно, запишу, а то он же ведь не отстанет. Но только один день. 10 часов 35 минут. Первым поздравил, конечно же, кот, мой самый лучший друг. Наговорил кучу приятных пожеланий, обнял по-братски и по традиции подарил мне свое любимое... Ничего. Почти такое же самое, как и в прошлом году, но в этот раз еще более абсолютное. Главное теперь его не потерять, а то снова обидится. 11 часов 00 минут. Халк свой подарок оторвал от сердца. И я даже растрогался. Когда ему дядя Толя артерию обратно пришивал. Какие же у меня друзья-то хорошие. 12 часов 5 минут. Решил накрыть стол в кладовке и скромно посидеть в узком кругу. Кстати, именно так Зинаида Захаровна называет свой гимнастический обруч. 13 часов 10 минут. Кот до сих пор пытается бросить есть киттикет. Но постоянно срывается. Халк посоветовал наклеить ему лечебный пластырь. Наклеили. Работает. 14 часов 15 минут. Спросил у кота, где он взял этот блокнот, в котором я пишу. А тот ржет и говорит что-то мэ-у-а-и... Ай, ладно. Отклею пока пластырь, надеюсь, что снова не сорвется. 14 часов 45 минут. Поп приехал на велосипеде с наклейкой «Мне плевать на всех, звоню в колокола, когда хочу». Говорит, что стоп-гам совсем уже охамел к чертям собачьим. Кстати, Халк говорит, что если собачьему черту бросить грешника, то он его обязательно принесет обратно. 15 часов 50 минут. Плеший пришел с зайцем. Говорит, что он исправился и теперь не употребляет. Ну, наконец-то, а то мы за него переживали. Кстати, заяц подарил мне интеллектуальный ларец с баклажанами и зарядку от него. Что-то я снова запереживал. 16 часов 17 минут. Дед только с пятого раза припарковал танк во дворе. Оказалось, что с недавних пор он принципиально не пользуется нейтральной передачей. Ну и правильно. Выпили за Русь матушку и за биатлон батюшку. 17 часов 00 минут. Заходил Кузьмич. Наконец-то. А то мы думали, что после того, как Зинаида Захаровна наступила ему на ногу, он больше никогда не заходит. Заходил все-таки. Чертяка. 19 часов 20 минут. Халк решил сказать тост. 19 часов 30 минут. Пока мы были в Астрале, от нечего делать отбалансировали дяде Толе колесо сансары и поехали кататься по ночной нирване. Кстати, на перекрестке Истины и Прозрения стоят менты и штрафуют за превышение осознания. 20 часов 5 минут. Халк закончил говорить тост. 21 час 40 минут. Заходила хозяйка. Что-то искала в кладовке. Ничего не нашла. Быстренько еще раз приняла христианство и ушла, сделав вид, что никого не видела. А мы тоже сделали вид, что не видели, как Поп взял за обряд деньги. Вот так и живем. 22 часа 15 минут. Пришел Антон и подарил что-то очень маленькое. Халк долго разглядывал его подарок, а потом предположил, что это шанс коммунистов на победу. Положу-ка я его рядом с подарком кота. Так будет проще их не потерять. 23 часа 00 минут. Вынес немцам кусочек торта. Те обрадовались. Поздравили меня с днем рождения. Сожгли план побега и пожелали всего самого хорошего. 23 часа 30 минут. Ладно, хватит писать. Будем праздновать с друзьями. Но недолго, а то Алиса проснется. Кстати, у нее все хорошо. Растет потихоньку. Уже стало больше кота. Все, пора заканчивать. А то в этом блокнотике всего-то несколько страничек и осталось. 23.31. Воинская обязанность. 23.32. Семейное положение. 23.33. Дети. 23.34. Ой, кот, какой же дурак. А я еще думаю, откуда у кота блокнот. Он же даже газеты-то только в лотке и читает. Ладно, положу-ка я паспорт Хахеля на место. А ось ничего и не заметит. Аплодисменты. 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 Субтитры сделал DimaTorzok